Благоустройство трех с половиной гектаров центральной части Пушкинской набережной в Таганроге запланировано завершить в следующем году. Василий Голубев представил мастер-план Валентине Матвиенко. Первый этап – это приведение в порядок и реконструкция по сути части, центральной части входа на набережную. Значит, с фондом социальных инициатив «Газпрома» мы работаем. Этот объект будет сделан в 2023 году. Рассчитываем, что к 325-летию города Таганрога. Вторым этапом станет укрепление берега. Над проектом, который будет разработан к весне, работает компания из Крыма. А третий этап охватит саму набережную с полным сохранением променадной части. Сразу после презентации делегация отправляется в рощу Дубки, где завершен первый этап преобразований. Проложено более километра дорожек и тропинок, уложены тротуарная плитка и бордюры, оборудовано освещение, установлены скамейки, детская площадка и входная колоннада. А на аллее спикер Савфеда и губернатор вместе с почетными гостями высадили 11 дубов. Дерево посадило. Не счесть. Давайте, не соединяйтесь. Очередным этапом благоустройства дубков станет расчистка русла реки «Большая черепаха». Побывала делегация и в порту. Там устанавливают плавучую причальную платформу для морских судов. А с точки зрения там есть шторма или ветра или что? Это надежное? Буквально в прошлой неделе было 17 метров в секунду ветер, по 2 метра была волна, когда мы постояли, все отработано. Можно не убирать на зиму. Это же полихелет. И не обледнение, а не областный строй. Изготовить и установить причал 8 секций по 12 метров планируется до конца мая. Глава Росморречфлота подтвердил, что уже весной Таганрогский причал будет готов к приему круизных теплоходов. Также восстановят водное сообщение между Таганрогом, Азовом, Ростовом и Ейском. А вопросы комплексного развития Таганрога были рассмотрены дальше на совещании. Глава Соффеда высоко оценила обновление дворца Алфераки, а среди нерешенных вопросов выделила качество воды. Водоснабжение, водоотведение – проблема, которую надо решать. Я знаю, что есть желающие частный бизнес этим заняться. Это состояние жилищно-коммунального хозяйства и в том числе тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство. Ориентировочная стоимость реконструкции – 10 миллиардов рублей. По словам губернатора, важно также построить канализационный коллектор протяженностью 29,5 километров и три насосные станции. Их проектирование также ведется за счет регионального бюджета. Кроме того, спикер Совета Федерации обратила внимание на благоустройство частного сектора, вопросы озеленения и цветочного оформления города. А губернатор сделала акцент на приведении в порядок городских фасадов. Этим вопросом он будет заниматься в ближайшее время.